Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Постараюсь выразить мнение молодежи нашего завода. Мы в основном, это поколение 90-х, дети, рожденные при развале Союза, выросшие при дефолтах и массовом обнищении народа. Нам от 25 до 35 лет, и мы самое активное в экономическом, так и в общем плане, часть населения Российской Федерации. Именно мы вместе с нашими товарищами стояли и патрулировали улицы Крыма во время Крымской весны. И именно нам возрождать экономику Крыма. Предстоящие выборы, это еще одна славная страница нашей истории, которую мы заполним все вместе, как это было во время Крымского референдума. Мы хорошо помним, как принимали решение вернуться в родную гавань, как руководство страны откликнулось на эту просьбу. Россия предотвратила кровопролитие и братоубийство в Крыму. Но сейчас я хочу немного рассказать о вечных проблемах рабочей молодежи. И я надеюсь, она меня поймет и поддержит. Мы уже в том возрасте, когда уже есть у кого-то семья, есть у кого-то дети, у кого-то нет. На личном опыте, да, я тоже хочу семью, хочу жену, ребенка, а может даже не одного. Но отдавать 80% заработной вклады за аренду жилья, когда жена в кредите, в декрете. Ну, либо в кредите, то же самое, одно и то же. Что же делать? Именно этот вопрос сдерживает молодых людей. Он сдерживает демографический рост в стране. Из этого вопроса вытекает множество других вопросов. И о них можно говорить еще очень много и много. И если новое руководство страны не решит хоть часть этих вопросов, то нашу страну с вами ждет не лучшая перспектива. Поэтому к выбору нового руководства необходимо подойти со всей ответственностью. Я не хочу и не буду агитировать вас по политическим убеждениям. Это решение народа. Иди на выборы или не идти на выборы. За кого голосовать или вообще не голосовать. Я призываю только каждого из вас, товарищи, определиться за своей позицией и быть верным к своему выбору. Спасибо.